Всем привет, с вами Игорь. Вот, проходят уже наши морозы, экстремальные, для нашего региона, это центральная Украина, это были очень сильные морозы. Такие морозы бывают, ну, я не знаю, раз за весь отопительный сезон, раз за всю зиму, и то там 5-6 дней, ну, максимум неделя. Бывают даже зимы без таких морозов, как-то проходят там. Вот, я думаю, что в эту зиму уже таких морозов не будет. Были такие ночью минус 20 и больше даже 20, днем 10-15, вот так вот держалось, ну, очень холодно. Вот, и в конце видео еще пойдем посмотрим, какой у меня нарос горбак льда, ну, там скважина переливная у меня. Ну, кто не видел, может первый раз видит мое видео, там у меня есть, как сделать тепловой насос, серия видео, самое дешевое отопление. Там я все подробно рассказываю, как его собрать, все-все-все там есть, я даже оставлю, наверное, ссылочку на этот плейлист. Там все про тепловой насос. Ну, сегодня будем, буду делиться вот своими впечатлениями, как я пережил вот эту вот самую холодную пятидневку, можно сказать. Ну, там неделя, пускай неделя. Во-первых, ну, тепловой насос, там кто-то меня спрашивал, он не зависит от наружной температуры, вообще не зависит. Потому что он берет тепло с земли, с воды, со скважины, а там температура всегда одинаковая в земле, какая бы наружная ни была, там плюс 10, минус 10, минус 20, но температура в скважине у меня всегда плюс 11, всегда. Вот, какая бы там, я же говорю, температура ни была, чтоб там сверху ни происходило, но в земле всегда плюс 11 у меня держится. Поэтому тепловому насосу как бы все равно, чтоб были такие морозы. Но не все равно дому, потому что дом, такие морозы, он больше теряет тепла. Теплопотери его больше, даже при такой хорошей утепленности, как у меня. Вот, поэтому я немного подтапливал дровами. Ну, так, это раз в день, так, ну, там, 3-4 полена брошу, там, оно немного прогорит. Во-первых, у меня есть печка, есть дрова, которые надо куда-то девать. Вот, ну, оставлять их надолго не имеет смысла, их шашель есть, я там смотрел уже. Вот, если кто-то думает, что можно заготовить там на лет 5 дров, то лучше этого не делать. Дрова, они сами по себе, ну, трюхнявают, понимаете. Как бы калорийность их падает с каждым годом. Вот этот вот процесс разложения, распада, он происходит, даже если у вас дрова лежат сухие, в дровянке проветриваемой, так как у меня вот со всех сторон проветриваемые, они сухие, но все равно древесина теряет свои калории каждый год. Вот, вот такого хранения, ну, дрова это органика, надо понимать это. И через 5 лет, вот, от сосновых дров вообще там, если шашель их не съест, что-то там останется, то с них калорийность будет очень низкая. Твердая порода еще немножко больше полежит, но все равно, больше чем 5 лет, я не рекомендую держать дрова, лучше их сжигать, вот, примерно в первые 2-3 года. Вот тогда вы получите, а иначе, ну, просто это, теряете с них вот тепло, вот, это калорийность, то они уже не дадут. Вот, да, поэтому я немного подтапливал, я же говорю, дрова есть, хотя можно было бы и не подтапливать дровами, если, например, у кого нет там печки, но я все-таки советую, чтобы была печка или какое-то другое альтернативное отопление вместе с тепловым насосом, вот. Я думал, там, подкрутить, можно было бы подкрутить терморегулятор, ну, при котором выключается, там, он выключает тепловой насос, у меня терморегулятор, я его сейчас настроил на 31, там, 31,5 где-то, 31, вот так вот, выключается он. Можно было выставить на 35 где-то градусов, о, я думаю, его хватило бы даже на вот эти вот морозы. Ну, правда, я не попробовал, надо было попробовать, вот, ну, в следующий раз уже попробую, вот, выставить. Он бы больше бы работал, дольше, ну, правда, уменьшилось бы коэффициент эффективности, у меня там есть видео, кто не видел, я меряю коэффициент эффективности по ваттметру, сколько потребляет компрессор при температуре в системе отопления 25, 30 и 35 градусов, так что смотрите там, вот, ну, при 35, конечно, был бы немного меньше коэффициент эффективности, но, когда вот такие вот морозы, то 5 дней на этот коэффициент эффективности можно, как бы, и плюнуть, вот, и этих 5 дней, там, или даже неделю, перетопить с меньшим коэффициентом, и просто доводить больше температуру в системе отопления, а потом опять после этих морозов перенастроить можно было бы на 30-31 градус, так как раньше, чтобы был больший коэффициент эффективности. Можно было так сделать, но я так не сделал, я же говорю, у меня дрова есть, и мне это не проблема, как бы, раз в день бросить там, ну, примерно так, в процентном отношении, где-то 70-80 процентов отопления брал на себя тепловой насос, и 20-30 это моя печка и коллектор солнечный, вот, это тоже, кстати, солнечный коллектор, вот, кстати, помогает тоже хорошо, так, обычно, когда морозы, тогда и солнечная погода, когда морозы сильные, тогда и солнечная погода, и коллектор, эти морозы хорошенько так поработал днем, вот, он довольно неплохо поддерживал температуру в доме без всяких отоплений, там, тепловых насосов, печек, то есть не надо, это все, если хорошо светит солнце, ярко, целый день, то этого вполне хватает, пока светит солнце, солнечного коллектора хватает, ну, итоги по солнечному коллектору я еще озвучил в конце зимы, он, я думаю, себя еще покажет хорошо в феврале, в марте месяце, там тоже отопление нужно будет в апреле, он еще себя там покажет, и потом в конце отопительного периода уже можно будет подвести, как бы, итоги по отоплению солнечным коллектором, как вспомогательное отопление. Вот, еще что у меня, у меня здесь в веранде, вот здесь, где стоит тепловой насос, температура упала даже ниже нуля, потому что я тут поставил воду для контроля, вот, то вода замерзла, вода замерзла, и даже два раза у меня прихватывался где-то в системе водяной, вот этой переливной, где-то или возле насоса, или где-то в трубе, вот в этой испарителе, но что-то где-то прихватывалось, буквально это, ну, сколько там, периоды между выключениями, там где-то час-полтора-два пускай, и вот за это время хватало, чтобы температура упала с плюс 10 до нуля, и даже начало немножко подмерзать где-то, потому что я включил насос, а циркуляции нет, насос качает, даже бывало такое, что и крыльчатку прихватывало, ну, так, это немного, только-только начинало. Вот, приходилось отогревать его, чтобы опять запустить все, возобновить циркуляцию, поэтому вот тоже имейте в виду, что если у вас будет где-то в системе вода, вот, ну, например, переливная, как у меня, то его надо ставить где-то в тепле, то есть утепление труб или насоса, оно не поможет, должна быть температура воздуха положительная хотя бы, ну, там, не ниже нуля, иначе где-то тоже может что-то прихватить, вот, если у вас водяной есть контур, переливной, там, или скважинный, вот, или что-то такое, ну, что, вот, как показала практика моя, ну, тут просто много окон, стекла, и оно, как бы, из-за этого и промерзло, вот, что еще, ну, вроде бы такого больше ничего, вот, я же говорю, пережил я эти нормально морозы с тепловым насосом, все работает, все фунциклирует, вот, я же говорю, ну, можно было попробовать, да, увеличить температуру конденсации, как он будет, ну, я думаю, его хватило бы, если бы я увеличил температуру конденсации до 35, его хватило бы даже и на морозы, он бы работал уже часов бы не 12, там, 13-14, а часов, может быть, 20 работал бы в сутки, вот, но он бы справился даже с этими морозами, я думаю, что он бы справился, но надо будет попробовать, я еще, может быть, ну, если в этом году уже таких морозов не будет, то на следующий год я попробую, такой эксперимент проведу, вот, ну, я же говорю, просто у меня есть дрова, то мне, как бы, не проблема, вообще, еще хочу сказать, что даже там, где продают тепловые насосы заводские, там не советуют вот эти производители рассчитывать тепловой насос покупать на самую, даже учитывать на максимальную морозы, то есть, там, минус 20, на вот эту максимально холодную пятидневку в сезоне, а чем-то дотопить, там, твердотопливным котлом, котлом, потому что резко из-за вот этих вот 5-6 дней резко возрастает стоимость теплового насоса, вот, заводского. Ну, это я сейчас говорю про заводские, если рассчитывать, то есть, брать с большим запасом тепловой мощности, они, как бы, не советуют, лучше, там, пишут, поставить электрокотел, или твердотопливный, или газовый, или дровишками, там, дотопить, я с ними, в принципе, согласен. Я вот, когда собирал свой, думал собирать, рассчитывал, то я еще так, ну, колебался, так долго думал, какой мне поставить компрессор, 9-ку или 12-ку, чтобы уже, как бы, с запасом. Долго думал, думал, 9-ку или 12-ку, но потом все-таки поставил 9-ку. Но если бы я поставил 12-ку, у меня больше меди бы пошло. Это, ну, сам компрессор там, он не намного дороже, 12-е и 9-го, но меди там пошло бы значительно больше, а медь, как мы знаем, не дешевая. А по электроэнергии, в принципе, он потреблял бы так же само. Он просто быстрее накачивал бы теплоаккумулятор, температуру определенную, и выключался бы. Просто если этот, например, накачивает там за 2 часа, то тот бы накачивал там, ну, меньше за полтора там или за час, ну, не знаю, короче. Но по электричеству вышло бы то же самое, расход, вот, при той же и той же тепловой мощности. Так что, ну, дороже оно не просто, дороже выходит сама установка, если вы ставите более мощный компрессор, и все остальное тоже будет более мощное. Толще медь, больше трубы и все такое. Вот, так что, ну, на мой взгляд, самый идеальный вот этот вот вариант, это, ну, в моих обстоятельствах, я не знаю, как в ваших, может, там, каких-то других, все по-другому было бы, но в моих это самый лучший тепловой насос плюс печка. То есть, основное, тепловой насос, печка, это как вспомогательное, там, иногда вот эти вот экстремальные морозы, вот, подтопить, там, или по желанию на выходных, там, если вам захочется. Вот, мне кажется, это самая идеальная комбинация, вот такая вот печка плюс тепловой насос. То есть, основное, это тепловой насос, ну, коллектор тоже греет, ну, коллектор я сейчас, как бы, не учитываю, хотя, в конце зимы я эти итоги подведу, сколько дал тепла коллектор, тоже так, примерно хотя бы. Вот, а вот тепловой насос и печка, это самый такой, идеальный вариант. Хотя, ну, короче, ну, как бы я не советую ставить только тепловой насос. Надо что-то какое-то, там, электрокотел, печное, что-то еще какое-то, отопление, вот, ну, это такое, знаете, тепловой насос, это все-таки электроприбор, там, в случае чего света не встанет, все такое, ну, печку можно затопить. Это, ну, в моих обстоятельствах это лучше всего, потому что, во-первых, я же говорю, дрова, они постоянно прибывают, там, какое-то дерево обрезал, там, что-то какие-то доски отдали, там, что-то еще там, там, еще что-то, ну, дровишки, они там в небольших количествах маленькие, поэтому было бы так вот целесообразно для тех, кто живет в селе, чтобы было и печное отопление, основное тепловой насос, а печное, так оно, я же говорю, по желанию, и на пятидневку, вот эту холодную, тем более, что дрова, они всегда в селе есть, кто живет в селе, то это знает. Так, ладенько, идем, посмотрим, какой у меня горбак вырос во дворе из льда. Вот, мы на месте, а горбака-то и нету, а где горбак? Странно, да? Все думали, да, что у меня горбак будет, а его нет горбака. Вот, ну, вот здесь вот у меня труба, видите, здесь вот выбегает вода. Ну, в данный момент тепловой насос не работает. Вот, вот здесь она бежит, ну, видно, да, что даже снега не отрастаяло. Вот, вот здесь она была, видно водичка, вот здесь, где она еще? Ага, вот здесь вот была водичка тоже, видно, да, вот моя труба, аж там, под деревом, да, здесь она бежала, так вот. А горбака-то и нету, видите, нет горбака почему-то. Вот тут немножко лед есть, вот здесь вот, вот тут она тоже была, видите, немножко лед вот есть. А горбака и нет, но я думаю, что его нет, потому что плюс 8 температура воды, а это довольно теплая вода. Ну, ладно, всем пока, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok